Вот везде вот такие вот расписания отсюда, поездов. Лондон-Виктория, Лондон-Ватерлоу, Кардив, Брайтон и дальше опять Лондон-Ватерлоу. Вот расписание поездов. Ну вот в поезде еду уже домой. Осталось совсем немножко, где-то 40 минут мне ехать. И приеду в Порт-Морс-Хабр, в акваторию порта. Вот такой вид. Вид из окна обычный. Повезло, что здесь, по крайней мере, тепло. И дождя нет, я приехала, вот это уже большое дело. И температура плюс 15, но тепло. Вот такое вот открытое синее облачное небо, как обычно. Вообще особо показывать нечего, потому что, как обычно, поезд идет. Вот такие лесополосы. Редко, когда попадаются какие-то деревушки. А так, в общем-то, вид такой довольно неказистый. Вот так выглядят английские вагоны, английские поезда. Все так, знаете, культурно. Впереди вагона каждого. Обычно вот такая вот закрытая зона. Ну, как бы называется, private, то есть, такая, знаете, опять, как она, господи, называется. Ну, в общем, за которую вы платите больше. Бизнес, как бы, зона, да. Бывает во всех вагонах. Поезд идет очень гладко, мягко. Если вам слышно, вот на стыках не стучит практически. Вот немножко сейчас постучал, когда переезд. А вообще идет без стыков. Это называлась у нас бархатная дорога. Когда-то вот такая вот, когда поезд идет гладко, не стучит. Вообще очень шумно, если вам слышно. Разговаривают все громко. Вот это вот, знаете, все обнимаются с телефонами. Однажды я ехала, сзади меня сидела девушка. Вернее, даже уже женщина такая, ну, лет 35-30. И она вот, час мы ехали, больше часа. И она больше часа сидела и говорила по телефону, так увлеченно. Так громко, на весь этот вагон. Ничего, не волнуйся. Вот мы подъехали в Чечестер, видите, станция. Это город такой. Вот такие вот станции железнодорожные. Платформы. Время 10.38, если вы видите на табло. Вот так вот выглядит. По-моему, так совершенно так же, как и у нас. Хотя Чечестер, это даже не деревня, а это городок. Вот так вот. Такие в основном платформы железнодорожные здесь, в Англии. Поезда здесь разные. Иногда он останавливается у каждого столба, как у нас раньше говорили. И будет вас от Гатвика до Портсмасса везти больше двух часов. Два с половиной часа. Вот я как-то попала неудачно вот на такой поезд, который останавливался у каждого столба. А вот сейчас я еду. Поезд такой быстрый. Он останавливается не на всех станциях. Делает мало остановок. И всего едет час десять от Гатвика аэропорта до Портсмасса, откуда я буду на ферри добираться еще до острова. Вот еще одна остановка. Хаванд называется. Это уже малюсенькая какая-то совсем станция. Там вот очень много припаркованных велосипедов. Не знаю. Не была никогда мимо. Езжу часто этот Хаванд. Так вот на слуху. Оно здесь никогда не было. И вообще, знаете, когда вот так вот едешь на поезде, то все как-то выглядит очень неказисто. Сказать по правде, да? Ну вот сейчас покажу уж вам эту платформу. Вот мы поехали. Видите, вот она такая. Очень простенькая. Кстати, вы знаете, вот лондонское метро тоже очень простенькое. Все просто кафельной плиткой. Станции выложены кафельной плиткой. Название и планы метрополитена висят на стенах. И все, больше ничего. Иногда скамеечки. Это вам не московское метро. Вот такие вот домики вам хочу показать. Вот видите, Фреттон сказали. Посмотрите, какие некрасивые дома. Но вообще-то это, конечно, не фасадная, по-моему, сторона. Но все равно, вот обратите внимание, какие они все совершенно друг на друга похожие, некрасивые. Ой, не знаю. Вот видите, какие интересные. Посмотрите, посмотрите. Они продолжаются. Я сейчас вам специально включила вот объявление в поезде. Хорошо бы, если бы вы услышали, как произносит слово Портмасс. Вот именно так, как я говорю. Портмасс Хауэр, Портмасс Саусси. Вот сейчас еще раз постараюсь вам включить, потому что тут меня, в общем-то, опять затюкали. Вот такие вот мои зрители, очень умные, как я говорю в кавычках, которые все знают. И вот они говорят, что надо произносить Портсмут. Портсмут. Но тут так никто не произносит. Говорят, Портсмасс. Английское произношение Портсмасс. И никуда не деться от этого. Попробую вам еще включить, чтобы вы услышали точно. Попробую еще раз вам найти, чтобы вы услышали, как произносят слово Портсмасс. Название города. Вот мы тут сейчас прибываем. Портсмасс Саусси. Вот он. Но это уже Портсмасс. Следующая станция моя. Просто хочу, чтобы вы еще раз услышали, как говорят здесь его по-английски. Ну и покажу вам Портсмасс. Сейчас должны объявить. Очень тихо говорит. Не знаю, услышали ли вы опять. Вообще поезда довольно-таки чистенькие, как вы видите, да. Мягкие сиденья. Людей немного. Ну вот, включила вам еще раз послушать объявления, как произносится Портсмасс. Надеюсь, что вы услышали. Хотя очень тихо, конечно, сомневаюсь. Показываю вам вот такой вот вагон. Это обычный вагон. Поезд. Выход. Сейчас я выйду. Вот такие вот двери. Вот такой поезд. А двери, кстати, вот так открываются, видите. Сейчас этот поезд наберет пассажиров и сразу же пойдет назад в Лондон. И здесь напротив еще один поезд, видите. А я теперь иду вот в Уайт-Линд, который идет на наш остров Уайт. И посмотрите, только что прибыл он, пассажирский вот этот вот маленький порог. Вот посмотрите, сколько людей. Надо мне торопиться, потому что он как раз, наверное, сейчас отходит. Ну вот я уж, коль скоро вам все решила показать, как я добираюсь до своего острова, то вот я вам показываю. Вот здесь вот уже люди столпились на посадку. Вы посмотрите, сколько много людей. Вот здесь вот очередь последняя. И вот они там за стенкой. Вот это вот все стоят. И вот это вот все ждут. Через пять минут отправляется паром. Вот там проверяли дядечка билеты, видите. Против окна темно, конечно, но... Я думаю, что я не упал этого пассажирского ферри в паромчик. Сейчас мы отплываем уже в портус, вот там вот. Отчаливаем. Я уж, коль скоро стала вам показывать полностью свою дорогу, то показываю вам и ферри, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok